Друзья, это все, это Украина-24. Сегодня мы с Гаррием Аспаровым будем говорить о полуподни, о столе дни, а вам, правда, подписывайтесь на канал, облазку ваши комментарии, фиртбэк надзвучал для нас. Здравствуйте, Гарри Кимович. Здравствуйте. Говорят, вы стали иноагентом. Как вы встретили это известие? Вы и Михаил Ходорковский. Даже не знаю, как описать свои чувства. Давно пора. Давно пора было уже. Ну да, компания очень приличная. Многие люди спрашивали, как же получилось, что там меня до этого списка не было. Гарри Кимович, вы режете, сейчас я теперь вижу у вас потолок, он сползает. Будем жить в качестве иноагента. Ну да. Тем более, тем более, что вы попали в компанию приличных людей. Ну тогда перейдем к каким-то событиям более серьезным. Смотрите, вчера и сегодня мы обсуждаем три года с дня инаугурации Зеленского. И по этому поводу он дал большое интервью, где рассказывал о том, как началась война для него, о своей встрече с Дудой. И Дуда, кстати, рассказал об этом. Сказал, что когда они расставались за несколько часов до нападения России, Зеленский ему сказал, возможно, мы с вами увидимся в последний раз. Я себе представила, насколько это вообще была для человека трагическая ситуация. Можете себе представить, когда президент большой 40-миллионной страны ждет нападения очень сильного противника, может, они знали, что у россиян нет армии, и думают, что он в последний раз встречается с тем или иным человеком? Ответ не могу представить, потому что легко сказать, что вот мы понимаем, но все это переживается индивидуально. Я бы, конечно, не был столь резок в оценках. К сожалению, армия у Путина есть, и эта армия причинила уже огромные страдания украинскому народу, и продолжает убивать, пока мы сейчас с вами разговаривали. К сожалению, завтра или послезавтра эта война тоже не кончится, вы понимаете. Но вот возвращаясь к разговору Зеленского и Дуды, мне кажется, именно такой настрой президента Зеленского, он сыграл важнейшую, если не решающую роль, в том, что Украина выставила самые тяжелые моменты. Потому что война же – это не только численность, это не только оружие, это не только какие-то стратегические, тактические вопросы, это еще и психология, это еще и лидерство. Это необходимость вдохновлять людей на, как говорили, на ратные подвиги. И учитывая вот ту тяжелейшую психологическую обстановку, когда пудинские армады вторглись со всех сторон, с юга, с севера, с востока, и многим казалось, что... Надо телефон поправить. Надо поправить телефон, он сползает. Судья, судьба Украины предрешена, и вопрос взятия Киева – это вопрос буквально там дней, если не часов. Именно здесь вот такой настрой президента Зеленского, его готовность умереть, не декларативная, а настоящая готовность, мне кажется, позволили Украине, как бы украинской армии обрести вот ту необходимую силу духа, которые вкупе с их личным умением и героизмом позволили устоять первые дни, а потом постепенно переломить ход войны. В этом же интервью Зеленский сказал очень важную вещь. Он сказал о том, что, ну что с его точки зрения, будет означать для Украины победа. Это возвращение на позиции до 24 февраля, как я понимаю, и при этом президент надеется, что вторая часть возвращения украинских земель будет осуществлена дипломатическим путем. Что это значит, как вы считаете? То есть он, да, и еще Владимир Александрович сказал, что очень важно сохранить больше людей, в частности военных, которые являются настоящим сокровищем, кладом для нашей страны, военные себя очень хорошо проявили. Любое решение, которое примет украинская власть и президент Зеленский, мне кажется, не стоит обсуждать и тем паче критиковать. В том плане, что это решение основывается на тех факторах и знаниях, которые многим из нас недоступны. А кроме того, Украина идет в войну, и поэтому легко говорить, надо отвоевать все территории. Каждый отвоеванный метр украинской земли будет стоить жизни, потому что наступать это не то, что обороняться. И видно уже, как путинская армада окапывается. Они готовятся уже к тому, чтобы перейти к оборонительным боям. И понятно, что для освобождения всех территорий от Донбасса до Крыма Украине потребуются огромные жертвы. И такое заявление Зеленского показывает его готовность сохранить жизни и добиваться освобождения украинских территорий мирным путем, через переговоры, рассчитывая, разумно рассчитывая на то, что санкционный режим заставит российскую власть все-таки пойти на уступки. Но я бы не считал это окончательным, потому что одно дело то, что думаем мы, или то, о чем говорит президент Зеленский, потому что все-таки у нас общая система координат, у нас те же самые ценности. Он говорит о спасении жизни солдат. Путин живет в другом мире совершенно. Его вообще не интересуют никакие жизни, кроме, наверное, его собственного. И поэтому я не исключаю того, что все-таки освобождение украинских территорий будет идти и на поле боя. Но в любом случае метод освобождения Украины и возвращения в Украину ее законных территорий будет определяться украинской властью и президентом Зеленским. Как сказал украинский президент, сегодня Украину защищает более 700 тысяч военных. И все они ждут тяжелого вооружения, все они ждут высокоточного вооружения. И Джо Байден, мы знаем, что вчера подписал все-таки закон о правдивании вот этих 40 миллиардов. Министры 40 государств на переговорах в понедельник должны принять решение вот в этот понедельник, которое будет о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня. Мы очень этого ждем. Но все-таки кажется, Гарри Кимович, что все происходит очень медленно. Нет у вас такого ощущения? Ну, на войне время, на самом деле, идет очень быстро. Говорили раньше, год за... Сейчас, наверное, уже 21-е, не 20-е, сейчас, наверное, день там, может, за неделю. То есть прошло чуть меньше трех месяцев начала военных действий. С момента, когда Путинка, армада, перешла демаркационную линию в торпус со всех сторон на украинскую землю. Но насыщенность событий такова, что нам кажется, что прошло не три месяца, а прошло, может, прошел год. То есть слишком много произошло, и это даже не только... Есть такое ощущение, да. Это не только даже такая компрессия событий. На самом деле еще же трудность человеческой психики воспринять все это. Потому что это же война с ее как бы падениями и как бы взлетами. То есть сначала катастрофическая ситуация как бы выстоит. Потом ситуация немножко выправляется. А потом возникают другие угрозы. Потом приходит как бы уже вроде бы ощущение, что все переламывается, освобождается север Киевской области. И тут открываются бучи и другие места преступления российской армии. И снова вот это все создает, мне кажется, огромное давление на психику. Поэтому нам кажется, что случилось столько событий, что война идет очень долго. Да, конечно, хотелось бы, чтобы все это оружие было в Украине в первую неделю. Или по окончании первого месяца. Но учитывая настроение в западном мире, как у политиков, так и в обществе, перед началом войны, мне кажется, все происходит очень быстро. Именно с поправкой на ту медлительность бюрократии, на нежелание западного истеблишмента вступать в конфликт с Путином. То есть тот факт, что все решения принципиально уже приняты. Но на сегодняшний день все те ограничения, которые казались незыблемыми, они тоже сняты. И да, хотелось бы быстрее, но тем не менее все равно техника идет. И американская, и даже немецкая пойдет. Да, конечно, гораздо медленнее. Но все равно даже просто представим на секунду, если бы канцлеру Шольцу сказали бы три месяца назад, вот за два дня начала войны, что он к лету пошлет немецкие танки в Харьков воевать с русскими. Я думаю, он сошел бы с ума просто. И сказал бы, давайте я уйду в отставку сразу. То есть сложилась ситуация невероятная для западных политиков. Они даже близко не могли представить себе, что они станут частью единого фронта против путинской диктатуры, против наступления нового фашизма. И что Украина будет реальным фронтом, на котором будут снова воспроизводиться картинки Второй мировой войны, уже в масштабе 21 века современном оружии. Поэтому давайте исходить из реалий. И я надеюсь, что никаких задержек больше с получением современного оружия, высокоточного, дальнобойного, систем залпового огня, ну и естественно с тяжелой техникой, больше не будет. И в середине лета украинская армия будет готова во всеоружии перейти в наступление. И все-таки, Галюй Тимович, вопросы есть к некоторым странам. Например, удивило выступление Макрона, который сказал, не унижайте русских, не загоняйте их в угол и принимая Украину в ЕС. А как мы знаем, Орбан до сих пор держит позицию, что он выступает против санкций, против России. Более того, я прям поразилась, он сказал, что санкции против России можно сравнить с действием атомной бомбы на промышленность. Но я, честно говоря, я прям, меня-то, знаете, яркий этот эпитет очень поразил со стороны венгерского лидера. Ну и плюс достаточно такая интересная ситуация и странная немножко с Турцией, Эрдоганом и вступлением НАТО двух стран, когда Турция все-таки блокирует вступление НАТО в Финляндии и Швеции. Вот эти три лидера, может быть, прокомментируете к позицию каждого? Давайте начнем с Эрдогана. Здесь, мне кажется, все просто. Эрдоган за Эрдоганом. Это диктатор турецкий, ему плевать на ценности какие-то. Он представляет страну, которая входит в НАТО, но это случилось давно-давно, во времена Холодной войны. Турция по-прежнему там находится. И он хочет использовать ситуацию для собственной выгоды. Совершенно очевидно, что у него есть какие-то свои требования, как к американцам, так и к нордическим странам, связанных, в первую очередь, с культской проблемой. В Америке есть лидер, вот, религиозная организация Гюлен, как бы, вот он пытается торговаться. Это чистое торгашество. К Украине он никакого отношения не имеет. В принципе, Турция все-таки помогала Украине, и помогает, и эти барактары приходят. То есть, в данном случае, как бы, на влияние, на ход войны это влияние не оказывает. Это, повторяю, личные, личные эрдогановские дела. И я надеюсь, что американцы просто объяснят ему, что он должен знать свое место. Думаете, продавят американцы эту ситуацию, да? Если бы, если бы там был бы не Байден, я был бы это уверен, но такое ощущение, что и Байден сейчас готов вести себя, как Рейган в этой ситуации просто. Полагаю, что какие-то они сделают мелкие уступки, но в целом эрдоган согласится. Вот. А теперь, что касается тут Орбана и Макрона, здесь, конечно, ситуация более серьезная, потому что она связана с Украиной непосредственно. В первую очередь, конечно, Орбан. Здесь, мне кажется, даже не надо особенно напрягаться. Совершенно очевидно, что была какая-то договоренность в далеком 2009 году. У Путина, безусловно, есть компромат на Орбана, потому что его поведение после той поездки в Россию резко поменялось. И была достигнута сделка о предоставлении Венгрии всяких там привилегий торговых в энергетическом секторе. И Орбан довольно последовательно всегда отставил интересы Путина. Поэтому здесь ничего нового нет. Единственное, что разочаровывает, это слабость венгерской оппозиции, которая так и не может поставить под сомнение власть Орбана. Но это вот проблема такая. С Францией, конечно, ситуация более сложная. Но опять, я не хочу вдаваться в причины, по которой Макрон делает такие заявления. Совершенно очевидно, что сегодня он играет деструктивную роль. Абсолютно деструктивную роль, озвучивая наиболее вредную позицию, которая предложена Кремлем. Это попытка найти способ прекращения огня без решения территориальных вопросов. То есть, по существу, зафиксировать раздел Украины на сегодняшний день. Это то, чего хочет Кремль. Я думаю, там уже все, кто в состоянии думать, прекрасно поняли, что ничего больше ему заявовать не удастся. И что через некоторое время, месяц или сколько-то, Украина, скажем, будет готова перейти в наступление. И надо использовать это время, вот этот отрезок временной, для того, чтобы добиться прекращения войны на нынешних условиях. Да, не удалось захватить, что хотели. Но все равно есть какие-то приобретения. Есть что объявить как победу. Мариуполь, наконец, взяли они, как они скажут. Прибавили территории тут. Тут, конечно, все это копеечный. Но Херсон там появился у нас уже. Они уже собираются интегрировать с Херсон, заметьте. То есть, Макроновская позиция, его высказывания, они, в общем, заставляют задуматься о причинах, по которым президент, который только что выиграл выбор, совершенно не подвержен избирательному давлению, давлению своих избирателей, ведется таким образом. Но, к счастью, полиция Макрона... Заметьте, извините, заметьте, что до выборов он был гораздо осторожнее в своих высказаниях, потому что он знал, как настроена Франция, как настроена общественность во Франции. А сейчас, когда он выиграл выборы, он как бы начал играть совершенно в другую игру, по-моему. Давайте так, как бы. Макрон не наш союзник, поэтому оставим в стороне вопрос, насколько президент Франции может повлиять на позицию Объединенной Европы, Великобритании и Америки, как бы, от Объединенного Западного фронта. Сейчас, мне кажется, его влияние минимальное. Пока нет никаких предпосылок к тому, чтобы позиция, которую Макрон озвучивает, позиция, которая по существу, в общем-то, сформулирована в Кремле, получит какую-либо серьезную поддержку. Оружие продолжает идти. Америка довольно четко выстраивает свои отношения с Украиной. И понятно, что и для американцев, и англичан нет уже ограничений по использованию украинского оружия в любых регионах Украины. То есть все разговоры о том, что Украина должна остановиться на линии 24 февраля, они как-то ушли в прошлое. По существу, как бы, вот, мы имеем блок западных стран, ключевых, которые гарантируют, гарантируют всю необходимую поддержку Украины, Украины для продолжения войны и ее победного завершения. Сейчас идет, в Вильнюсе, насколько я знаю, форум, в котором участвуете и вы. Вчера прошел. Да, вчера прошел, да. И там как раз обсуждалась, ну, фактически основная тема форума была Украина, война. И принимал участие также и Юрий Фельштинский, с которыми я вчера записывала интервью. И вот его позиция такова, Гарри Кимович, он считает, что термоядерную стадию в этой войне, ну, практически, ну, маловероятно, что можно будет ее избежать. Как вы относитесь к такой позиции? Он говорит, что Путина сегодня абсолютно не управляем, что если НАТО, там, как бы, не привлечет свои войска к решению проблемы, то вот этой стадии будет трудно избежать. Такой риск, безусловно, существует. На мой взгляд, он все-таки незначительный. Вот так как мы вряд ли можем, как говорится, здесь сказать, ну, то есть провести эксперимент нельзя. То есть лучше не думать о том, что такое может случиться. Но я не согласен с тем, что надо вводить натовские войска, чтобы этого избежать. Все, что требуется от НАТО, это гарантированно ответить. И мне кажется, как я представляю себе, англичане и американцы готовы на адекватный ответ. И поэтому по всем внешним признакам, мне кажется, угроза ядерной войны, она отошла уже как бы от от края обрыва. Достаточно послушать российскую пропаганду. Да, иногда проскальзывает это, но уже вот той бравады, криков, что мы завтра всех затопчем, уже нет. Я полагаю, что были проведены соответствующие разговоры. И американские военные, видимо, что-то объяснили своим российским коллегам, что поумерило их повод. Россия запретила въезд почти тысячи американцев, в том числе и Байдену, Блинкину, Харрису и так далее. Что вообще означает эта безумная санкция? Что они имели в виду? Что Блинкин прям спит и видит въехать в Брянскую область или что? Ну, что мы серьезно обсуждать? Это агоний. Ну, и хочется показать, что они тоже великие, тоже могут там всех санкционировать. Ну, благо Богу, честно говоря, я очень доволен, что никто больше в Москву ездить не будет, не будет искушения поехать в Москву и о чем-то договариваться. Интересно, пост написал один из политологов, господин Пастухов, он прям, я процитирую, написал о том, что вот на вопрос, ведь вы же тоже обсуждаете на форуме обсуждали, что дальше будет с Россией. И вот интересно звучит эта цитата. Я думаю, будущее России будет выглядеть так. Базовую аудиторию Соловьева и Киселевой, примкнувши к ним Симоньян, унесет в открытое море. Стрелкова и Навальная погасят друг друга, как гасят друг друга две волны у берега. На берег выбросит продукты распада путинской эпохи, обломки некогда великих кораблей, впитавших в себя дух своего времени. И, ну так, чтобы долго не считать, в финале так. Неожиданно выяснится, что они умеют не только ломать, но и строить. Их дом не будет похож на дворец в Геленджике. Скорее всего, он будет напоминать прилично советский санаторий с трехразовым питанием и дешевым покрывалом. Но зато там хватит места всем. Потихоньку в этом санатории новый русский человек успокоится и начнет забывать о войне. Вот такой вот образ. Как вы думаете, а как вы представляете себе это будущее после? Того, как, ну, собственно говоря, путинский огромный вот этот корабль, он уже терпит крушение. Мы уже скоро увидим обломки, которые прибивают к берегу. Ну, я думаю, на самом деле мы говорим сейчас не про путинский корабль, а про имперский корабль. Да, да. Речь идет не о крушении путинского режима тоже. Речь идет не о крушении большевистско-чекистского преступного режима, созданного сто, сколько получается, сто пять лет назад. Речь идет, на самом деле, о возможности отказа от проклятого имперского прошлого. То, что я называю необходимостью изъятия имперской матрицы из кода российской государственности. Возможно ли такой эксперимент? Возможно ли его реализовать? Я не знаю. Но только это дает шанс на возрождение России. Да, скорее всего, это будет выглядеть по-другому. И очень вероятно, даже с огромной долей вероятности, можно сказать, территория России новая, она будет отличаться географически. Потому что, скорее всего, какие-то, может быть, регионы захотят выйти в открытое плавание, если продолжать морские метафоры. Тем не менее, я думаю, что все-таки большинство страны как-то попробует переформатироваться. Но для этого, все-таки, надо понимать, для этого необходимо пройти через геополитическое потрясение. А это потрясение должно быть двояким. Во-первых, военный разгром в Украине, потеря Крыма. Потеря в их сознании, возвращение Крыма в Украину. Но потеря ментально, потому что это часть путинского мифа. И жесточайший экономический кризис вызваны санкции. Только такая шоковая терапия может убедить в том, что от этого наследия всего, путинского, советского, ГБшного, имперского, надо отказываться. И тогда возникает новая ситуация. Как она реализуется, никто не может точно знать. Но понятно, что выход из этой цивилизационной бездны, он будет долгим, будет очень непростым. И он, конечно, будет связан с большим количеством испытаний, которым, я не знаю, готова Россия, готова моя страна или нет. Даже при самом идеальном варианте решение вопросов санкций и, соответственно, возрождение экономики займет долгое время. Кроме того, если у России в 1991 году, после распада СССР, был кредит доверия, то сейчас такого кредита даже близко не будет. Проблема отношений с Украиной будет преследовать Россию и российский народ годами, скорее всего, десятилетий. И это еще одна проблема. Мы понимаем, сколько десятилетий немцы выходили из этого ужаса нацистского правления, которое было только 12 лет. Здесь уже мы говорим про 22 года. Кроме того, если на секундочку представить ситуацию через 5 лет, например, то надо понимать, что то, что будет происходить на российско-украинской границе, это будет еще одним вызовом. Потому что я не сомневаюсь, что Украина станет одной из самых процветающих стран Европы. Украина, восточная Украина, которая полностью разрушена, будет отстроена. Будут огромные вважения, как частные, так и государственные. Это будет долг свободного мира помочь Украине. То есть это будет страна 21 века. А по ту сторону границы будут стоять разваленные 20 века. И это тоже проблема. То есть можно ли все это решить? Мы постараемся. Я говорю мы, потому что я тоже надеюсь внести какой-то вклад в то, чтобы Россия все-таки вернулась в цивилизацию после десятилетий путинского кошмара и после столетий вот этого имперского морока. Вот мне интересно, знаете, что мы уже как бы понимаем уже, да, что там никакого, там я не знаю, экономического истеблишмента в России не будет. После этих санкций, после того, что сейчас национализируют все, что есть в Украине у российских бизнесменов и многое после-после. После Второй мировой войны новые смыслы поверженным диктовала Европа, диктовали Соединенные Штаты Америки, ну, возможно, даже отчасти Советский Союз. Кто будет в этот раз диктовать новые смыслы побежденным? Ну, на самом деле, мне кажется, надо понимать, что война, про которую мы сейчас говорим, это не война, которая кончится с освобождением украинской территории. Это важнейшая часть, поворотный пункт большой войны между свободой и тиранией. Украина сегодня на переднем крае этой войны. Украина сражается за весь цивилизованный мир. И победа Украины – это перелом мировой истории. Но впереди еще битва с Китаем. Не обязательно она будет военной. Впереди еще, на самом деле, сражение за торжество идей свободного мира. Поэтому это не окончательное завершение, как в 45-м году. Хотя и в 45-м году, если мы вспомним. Что же было не окончательно? Конечно. Она завершилась для французов и для англичан, для итальянцев. А для Восточной Европы началась новая оккупация. Советская оккупация, которая продлилась, в отличие от немецкой оккупации, не 4 года, а 44 года. А для Соединенных Штатов началась беспрецедентная битва с коммунизмом. Вы помните? Да. Но совершенно очевидно, что в этом мире Украина будет играть важнейшую роль. Потому что пролитая кровь, она всегда дает моральный авторитет. Особенно в условиях, когда весь мир видел, что эта кровь проливалась не только за свободу своей страны, но и за весь мир. Фактически Украина закрыла дорогу Азиатской Орде в Европу. Просто по существу остановила то, что могло вполне превратиться в такой силевой поток, в новое наступление Путина, которым он явно готовился, к разрушению вообще всей европейской структуры безопасности. И именно поэтому Украина будет, конечно, очень серьезный, сильный голос в новом, в этом миропорядке. Ну и кроме того, я надеюсь, что крах путинского режима все-таки вызовет, по принципу, домино, такую цепную реакцию краха более слабых. Ну, понятно, Китай остается Китаем, но Венесуэла, Сирия, то есть много стран, которые опираются сегодня на Путина, на его поддержку, как и военную, так и морально-политическую, экономическую. Они, в общем, столкнутся с неразрешимой проблемой, потому что, опять, победа Украины вдохновит многих людей на борьбу за свободу. Гарри, а как будет выглядеть, с вашей точки зрения, вот в этом будущем мире уже очень скоро, да, потому что мы фактически уже в будущем, даже если сами не понимаем этого, битва за ресурсы? Потому что, если использовать образ, там, я не знаю, Шварца, то когда была отсечена голова у дракона одна там в 45-м году, то на его месте осталась вторая голова, да, сталинская голова. И фактически голова Путина – это голова Сталина. Да, это же как бы одна и та же система. Если будет отсечена голова Сталина-Путина через черточку, то у нас останется еще какие-то головы, останутся вроде Китая, да, и так далее. Это бесконечная история или все-таки ей когда-нибудь наступит конец? И как будет битва за ресурсы выглядеть? Вот давайте не повторять ошибку 91-го года. По окончании холодной войны был выпущен бестселлер Фрэнсов Хуяма, который назывался «Конец истории». Вот конца истории быть не может. Вот мы должны помнить, зло не исчезает. Оно может быть временно похоронено от завалов Берлинской стены. Но когда мы теряем бдительность, мы расслабляемся, мы думаем, что все может достаться нам без борьбы какой-то. Зло выползает в новом обличье. У драконов в книге Шварца было три головы. Бывает такой трехголовый. Бывает, наверное, еще больше голов у них. Бывают гидры. Отрубаешь одну голову, вырастает две. Процесс это не заканчивается. Но важны тренды. Мне кажется, что вот сейчас свободный мир, наконец, обретает понимание того, что делать по окончанию холодной войны. На самом деле есть много вызовов. Илон Маск готовится лететь на Марс. Из Китая к нам пришел вирус, который унес столько людей, многих любимых наших. А из Америки пришла вакцина. Свободный мир еще раз показал, что только там можно найти решение на вызовы, перед которыми стоит человечество. И украинская война – это еще одна демонстрация того, что мифы тоталитаризма, о том, что палочная дисциплина, централизация, жесткое командование могут победить свободных людей. Эти мифы не работают в 21 веке. Украина разрушила не только миф о непобедимости российской армии. Она показала, что дух свободы, он рождает новый смысл. Не случайно, что Украина подавляющим мальчиком голосов выбрала, не зная даже того еще, какую роль сыграет Зеленский в ее истории, но выбрала правильно. Вот это инстинктивный выбор. 72% людей поняли, что надо так выбирать. При том, что Зеленский хотел быть президентом мира, а стал президентом войны. Но вот это и есть что-то такая магия свободного мира. Когда люди инстинктивно правильно выбирают. И хотя даже у них были другие мысли. Они все хотели мира, они хотели пройдет и стрелять. Но именно человек, который хотел пройдет и стрелять, сплотил нацию для сопротивления агрессору. И я не сомневаюсь, для ее конечной победы. Ну и в финале уже совсем хочу напомнить вам вот этот замечательный момент, что все-таки Господь Бог любит шутки и анекдоты. Вы же обратили внимание на это расследование о том, что дочь Путина, я не знаю, вышла она замуж, не вышла. Но она родила дочь от артиста по фамилии Зеленский. И теперь внучка Путина носит фамилию Зеленская. Ну, знаете, вот вы правильно сказали. Это вот те, я бы не сказал, даже не успешно, ухмылки истории. История на самом деле смеется над потугами диктаторов поставить все под контроль. Невозможно контролировать этот процесс. Но, возвращаясь к тому, что мы говорили несколько минут назад, воля свободных людей всегда находит правильное решение. И вот эта иллюзия того, что диктатор может все контролировать. А вот это еще одно напоминание всем, что не то, что мы все смертны, это понятно, но весь контроль – это иллюзия. Он ненавидел Зеленского, ненавидит его как символ того мира, с которым он борется. И выясняется, оказывается, что с этим жить его, его дочке. Если бы это была чисто человеческая драма, мы сказали бы, это Зигмунд Фройд. На самом деле, это, наверное, так устроено коловращение жизни. И поэтому вот эта война украинская, она на фоне невероятной такой шекспировской трагедии, она в том числе и дает нам какие-то вот эти комедийные вещи. Такая же так жизнь устроена, в ней есть место всему. И что дает оптимизм, что жизнь продолжается, на самом деле. Никакие Путины, никакие Си Цзиньпини не могут ее остановить. Они чертно пытаются затормозить прогресс, взять его под контроль. А жизнь, она пробивается. Она пробивается. И я еще раз говорю о том, что украинская победа и возвращение Крыма, и флаг украинских в Севастополе – это начало новой эры не только в истории Украины и Европы, но и шанс России, наконец, вырваться из тисков путинского фашизма и имперского проклятия. Спасибо большое, Гарри. Замечательный финал для нашего сегодняшнего разговора. Огромное спасибо. 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 Спасибо.